Чем хорош сорт пшеницы, гром, и каковы его особенности? Добавить комментарий Ваш комментарий Популярные разделы цветы розы актуальной зимой Популярные статьи Поиск по сайту найти, что это за сорт пшеницы А зимой гром получен в результате скрещивания высокоморозостойких сортов Относится к самой распространенной разновидности пшеницы Лючинес В госреестр сорт занесен в 2010 году Характеристики и описание пшеницы относятся к однолетним травянистым растениям семейства злаки Рост полукарликовый, не превышает 90 сантиметров Стебель полый внутри, средней мощности, наиболее утолщен к середине Высокоустойчив к полиганию, колосья не осыпаются Корневая система развитая Листья длинные, насыщенно зеленые Опыляется растение самостоятельно Сорт среднеспелый, полный вегетационный период составляет 225-270 дней Осенний период вегетации длится не более 50 дней Обладает высокой засухоустойчивостью и хорошо переносит жаркий климат, что немаловажно для южных регионов Во время вегетации пшеница активно наращивает зеленую массу, которая отлично подходит для корма домашней птицы и скота Зерна злакового растения относятся к мягкому типу Особенности сорта Злаковое растение имеет высокую сопротивляемость к полиганию, что снижает возможные потери во время сбора урожая Также сорт отличается зимостойкостью Семена можно сеять на 5-7 дней позже, чем другие озимые культуры На фото представлена пшеница гром Свойства озимой пшеницы Свойства озимой культуры подразделяют на апробационные, мукомольные и пекарские Апробационное тестирование проводится с целью определения частоты сорта Мукомольные и пекарские свойства определяют качество зерна Чем выше пекарские свойства, тем качественнее хлебобулочные изделия Апробационные озимую пшеницу гром отличают следующие апробационные свойства Прямостоячая форма куста, слабый Восковой налет на колосе Сильный восковой налет на верхнем междоузле Колос рыхлый, средней длины и плотности, пирамидальный Формы Белого цвета, опушение колоса слабое, соломина немощное Зерна красноватого оттенка, размер средний Вес 1000 зерен 35-47 грамм Мукомольные Высокие мукомольные свойства присущи зернам шаровидной формы Их легче всего перерабатывать в муку Высокий показатель готовой муки указывает на ценность зерна Мукомольные качества сорта гром относят к высокому уровню из-за легкости переработки Она относится к ценным пшеницам, так как отвечает всем требованиям ГОСТ Пекарские пекарские свойства муки определяют количество и качество клейковины На содержание клейковины влияет количество белка Чем больше белка, тем выше содержание клейковины, а значит, выше хлебопекарные свойства У пшеницы гром средний уровень пекарских свойств, количество клейковины оптимальное, не превышает 27% Из муки получают качественные хлебобулочные и кондитерские изделия, но для изготовления макаронной продукции ее не используют Для получения макарон применяют муку твердых сортов пшеницы Особенности агротехники гром не относятся к капризным культурам Тем не менее, для получения качественного урожая требуется соблюдать сроки посева и норму высева Сроки посева Сроки посева важны, если озимый злак высаживают на зерно От норм отступают в случае, когда растения используют как сидерат К посеву приступают в конце августа, начале октября, когда температура установится на отметке плюс 14, плюс 16 При раннем посеве ростки вытянутся и ослабнут, что негативно скажется на иммунитете растений При поздней посадке не успеет сформироваться корневая система, и часть урожая погибнет Норма высева зависит от региона В плодородную почву расходуется не более 1,8 кг зерна на сотку В холодных регионах и в тяжелых почвах норма высева составляет 2,2 кг на сотку Посев семя заглубляют на 3-5 см в заранее подготовленные борозды Затем посадки поливают из лейки Также можно разбросать зерна по поверхности участка, а затем заделать граблями Но при таком способе посадки используют больше семян, так как многие останутся на поверхности и не прорастут Семена злаковых растений засевают в плодородную почву, заранее подкормленную полным комплексом минеральных удобрений Грунт удобряют дважды, в весеннюю и осеннюю перекопку Пшеничные корни способствуют улучшению структуры почвы Во время роста пшеницы земля отдыхает Поэтому злаки высаживают в основном после растений, истощающих грунт Опытные огородники утверждают, что оптимальный предшественник для пшеницы – картофель Также культуру высаживают после кукурузы и подсолнечника Дальнейший уход за пшеницей во время роста и развития злаки поглощают немало азота и фосфора Также растения нуждаются в калийных подкормках Для полноценного развития понадобится Азот 400-600 грамм на сотку, фосфор 50-70 грамм на сотку, калий 60-80 грамм на сотку Помимо удобрений, вегетационный период, азот, калий и фосфор вносят в почву во время перекопки Азот и фосфор вносят дважды, в осеннюю и весеннюю перекопку, а калий единожды при перекопке весной Урожайность разведением культуры занимаются во всех регионах, но показатели урожайности везде разные Урожайность зависит от погодных условий, состава почвы и внесения подкормок Средний показатель урожайности по Северному Кавказу 53С, на Нижней Волге он падает до 23С, а Краснодарский край удерживает Лидирующие позиции, здесь показатель достигает 80С, устойчивость к болезням, профилактика заболеваний Пшеница гром отличается высоким иммунитетом к таким заболеваниям, как мучнистая роса и желтая ржавчина Эти заболевания наиболее опасны для злаковых растений, невосприимчивость к ним сорта выделяет его среди других культур Также пшеница имеет устойчивость к бурой ржавчине и септериозу Тем не менее проведение профилактических мероприятий начинается, как только появятся всходы Культуру обрабатывают пестицидами на протяжении всего периода вегетации не менее 4-5 раз Это повышает сопротивляемость к таким вредителям, как злаковая муха и озимая совка Эти вредители опасны не меньше заболеваний Для повышения иммунитета во время обработки растений в раствор добавляют микроэлементы и питательные вещества для повышения иммунитета Из химических препаратов используют инсектицид, фитовером и агровертин Преимущества и недостатки К ценным качествам пшеницы относят Зимостойкость, засухоустойчивость, быстрая адаптация к жаркому климату, высокая урожайность, стойкий иммунитет, невысокий рост, устойчивость к полиганию, мягкий тип зерна, высокие мукомольные Свойства, возможность посадки во всех регионах К минусам относят интенсивное наращивание зеленой массы, которая служит приманкой для вредителей Но это, скорее, характерная особенность сорта, нежели недостаток Отзывы о сорте Положительные отзывы о пшенице Гром свидетельствуют о его популярности и высоких сортовых показателях Матвей, Московская область Занимаюсь выращиванием пшеницы более трех лет Сею на поле в 20-х числах сентября Схожесть хорошая За весь период вегетации культура ничем не болеет Обязательно провожу профилактические мероприятия 4 раза за сезон Урожайность высокая Зерна ровные и красивые Анастасия, Вологодская область Пшеницу высаживаю в зиму на огороде, чтобы земля оздоравливалась и отдыхала после дачного сезона Сорт Гром мне нравится своей ценой и неприхотливостью До него высаживала другие сорта Некоторые погибали, некоторые болели, а у Грома стойкий иммунитет Радует зеленью долгое время Заключение Высокоурожайная пшеница Гром подходит для посадки на зерно и для выращивания на корм домашним животным Сорт отличается стойким иммунитетом к заболеваниям, зимостойкостью и ускоренной адаптацией к засушливому климату Благодаря высоким мукомольным и пекарским свойствам культура относится к ценным пшеницам Азимая пшеница Сорт Гром Watch this video on YouTube Субтитры создавал DimaTorzok